приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы сегодня хотим поделиться с вами чудесным рецептом бородинского хлебушка наверно все знают этот хлеб и все любят его поэтому рассказывать особо о истории не буду ну честно говоря особо и не углублялся а мы очень любим бородинский хлеб часто его готовим Лариса немножко рецепт сам довела так сказать до совершенства вот долго мы с ним возили ну как долго раз пять наверное пекли вот получался результат немножко немножко не такой как хотелось бы как я люблю в конце концов добились бородинского хлеба с идеальной консистенцией очень мягкий очень пушистый вот была задача чтобы он был не клейкий а именно такой правильной структуры этого добились и теперь делимся с вами дорогие друзья рецептом из ингредиентов нам понадобится ржаная мука пшеничная мука второго сорта все количество ингредиентов вы найдете в описании видео полностью пошаговый рецепт также на нам на нашем текстовом блоге вы можете перейти если допустим с видео неудобно что-то делать в текстовом блоге мы публикуем рецепты пошаговые с фото то есть именно для готовки может кому-то так удобней далее понадобится мед соль хлебопитар пекарские дрожжи кинза вот такими вот горошками сушеная кинза по желанию то есть можно заменить в принципе тмином а если не любите ни кинзу ни тмин то можно в принципе обойтись без всего этого понадобится ржаной хлебопитарский солод продается во многих интернет-магазинах но для удобства я размещу ссылку в описании где мы покупали этот солод в украине лариса ты же мне дашь ссылку конечно лариса говорит что даст такая такая ароматная штучка и оливковое масло значит первое что мы делаем это солод заливаем кипяточком 150 миллилитрами хорошенько перемешиваем и отставляем в сторонку мой какой аромат пахнет пивным затором божественно отставляем в сторонку чтобы он остывал теперь приготовим опару медик сюда чик медик дорогие друзья вообще это ларисын рецепт она меня выставила перед камерой говорит ну давай дело я сегодня буду снимать в общем лариса сегодня от вынивает но само тесто будет месить лариса я больше с мясом люблю возиться сюда водичку го тепленькую какой температуры ларис водичка теплая теперь надо размешать медик что фигово он размешивается наоборот начали водичку потом медик ну надо было самой показывать а то сама встала на камеру а теперь больше смена смущаться ну издеваться лариса такая чтобы вы знали она только с виду скромняшка тихоня теперь сюда дрожжи еще чуть-чуть размешать я же этот медик там остались небольшие крупиночки аж потом размешаю видите стоит стоит сзади и командует мной ну что за человек легко стоять за камерой командовать а потом подписчики говорят а лариса все приготовила он только пробует видите я честно опару делаю первый раз жизни кстати делаю папа все ларис дрожжи но по аналогии я думаю с алкоголем дрожжи рассыпаем на поверхности чтобы они немножко регидратировались только то бишь промокли не сразу их начинаем наше знаю точно когда готовишь пиво если их сразу размешивать они комками возьмутся и все и будет неприятность ждем минутку размешиваем и ставим это дело на 20 минут в теплое место ну теплое место у каждого свое у нас наверно будет сегодня возле батареи если не включил отопление потому что в украине в частности в киевской области минус 20 такая холодина обычно мы греемся только к вечеру нагревать начинаем прогревать дом но сегодня не выдержал друзья значит вот эту штуку я накрою сейчас пищевой пленкой в теплое место на 20 минут а после этого все таки попрошу ларису чтобы она замесила тесто если она откажется придется мне это делать если мне это придется делать тоже буду делать ну по крайней мере для бородинского хлеба так первый раз жизни буду месить тесто может лариса жалится надо мной опара заопарилась все-таки договорился я с ларисой будет она меня вмешать тесто добавляем нашу опару солод который обязательно должен быть остывший так мы запаривали его кипятком хорошенько перемешиваем отличная пара у нас получилось туда же сольку и все это дело тщательно перемешаем чтобы вся соль естественно растворилась а вот для бородинского хлеба друзья мы приобрели вот такую вот формочку она именно классе по классическим размерам бородинского теперь в нашу опару просеем муку и ларисе купил такое автоматизированное сито но что-то в него не попадает ничего ничего страшно такая вот чашка прикольная а покажи как там эта ручка работает то есть начинаешь нажимать на ручку и она просеивает как знают да я первый раз такую механизацию видел в общем и руки лариса накачает но по-моему кстати ситечки в обычном удобно в общем просеем всю муку после того как мус мука просеяна начинаем замешивать тесто лариса очень любит тесто для меня конечно тесто это хуже чем невеста хотя в невесте ничего плохого нету не знаю я я не знаю с какой стороны к этому тесту подойти просто не да вы не любите кошек ерунда вы просто не умеете готовить добавляем две столовые ложечки оливкового масла надо было тебе все-таки дать возможность можно не для видео ты мне так устрой мастер-класс или заставь меня скажи да не сегодня хлеба не будет ты месяц сам и нет безнадёги придется месить не ларис так не может сделать она очень хорошая добра отзывчивая она со мной так не поступит теперь надо хорошо вымесить тесто вымешиваем тщательно сколько минут пять тесто хорошо вымешивать нам не обязательно нам главное распределить вот это вот всю нашу муку и оставляем просто подходить то есть тесто вот оно такое немножко даже под видите то есть его его не надо вымешивать и не надо вот в этом вот хлебе его вымешивать не обязательно главное равномерно все распределить то есть она вот такой вот даже липкая остается то есть ну вот так вот мы его такими оставляем накрываем пленочкой и на два часа в теплое место да друзья накрываем пленочкой и на два часа возле батареи ставим чтобы тесто подходило а после этого вернемся к вам через два часа наше тесто подошло подготовили формочку смажем ее оливковым маслом можно не оливковым принципе можно любым растительным правда ловись не принципиально вот допустим наша дочка сказала вообще что на оливковом масле жарить вредно но на что-то перепутала мне кажется 1 1 1 действительно вредно ну в принципе на нерафинированном масле вообще вне зависимости от того оливковое это или просто подсолнечное масло нежелательно жарить потому что на нем жарить не получится во первых она будет гореть ладно хватит разглагольствовать давай делать хлеб для удобства лариса смазывает руки оливковым маслом на руках будем жарить вот так вот друзья не очень сильно обминаем хлебушек то есть сильно его перемешивать не надо как как ну как бы сильно сильно сминать правильно мы не вымешиваем тесто мы просто его немножко прижимаем и формируем уже так чтобы выложить формочку чтобы придать форму хлеба и на этом этапе подготовим присыпку которые бы мы хотели присыпать хлебушек как я уже говорил это может быть кориандр в зернышках может быть мин ну или что-то еще по вашему желанию стараемся равномерно распределить присыпку по поверхности хлебушка и чуть-чуть ее так вот вдавливаем я очень люблю бородинский хлеб с кориандром на мой взгляд это наверное самый вкусный муст мином тоже кстати классно на будет сделать мином вот так вот друзья сформировали хлебушек и опять уже форме ставим его еще на час в теплое место где-нибудь возле батарейки пусть себе подходит через час нас наш хлебушек поднялся лариса подготовила яичный белок немножко разбавила его водичкой а для чего водой разбавляется белок ларис чтобы сильно корочка не взялась то есть нам нужно смазать для того чтобы вот эти вот зернышки они не выпадали когда испечется наш хлебушек чтобы они не немножко прилипли к самой в общем в качестве клея грубо говоря так просто если самим белком смазать то будет очень такая жесткая корочка атака в это время мы разобрали разогрели духовку до температуры 180 градусов на дно духовки поставили противень с водой и сейчас будем хлебушек помещать в духовку время запекания при температуре 180 градусов ориентировочно будет 35-40 минут я включаю секундомер чтобы точно ну засечь точное время и потом озвучить его прошу прощения немножко простым и ждем ждем лариса смотрит за хлебом и покажем как определить определить точную готовность друзья до встречи через 35-40 минут шло ровно 40 минут лариса говорит что хлебушек готов достаем его из духовки как мы проверяем друзья берем зубочистку протыкаем и достаем зубочистка должна быть полностью сухая застелили досточку полотенцем но собственно говоря полотенцем можно застелить и стул все что угодно и извлекаем хлебушек из формы он горяченький у нас очень 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 горяченький сверху накрываем полотенечком накрываем сверху полотенечком и даем ему остывать до полного остывания завтра с утра дорогие друзья будем дегустировать наш бородинский хлебушек я вам покажу разрез ну и попытаюсь хоть как-то рассказать о вкусовых ощущениях но поверьте он невероятно вкусный хлебушек остыл дорогие друзья давайте его разрежем можно пополам резать мне хочется пополам красота сейчас покажу вам разрез хлеба и потом расскажу расскажу о вкусе посмотрите пожалуйста какой получился на разрезе наш бородинский хлебушек такая корочка отличная он очень пористый очень нежный но вот то что то что как раз я люблю друзья давайте попробуем на вкус отличный вкус именно бородинского хлеба вот чем он мне больше нравится чем магазинный все-таки магазинный он какой-то такой вот клейкий что ли не знаю как как это правильно сказать очень пористый то есть вот магазина он влажный какой-то пористый классный поэтому с удовольствием представляем вам рецепт бородинского хлеба также этот хлеб можно приготовить на закваске если вам интересно у нас есть отдельное видео как приготовить жену и закваску для хлеба можете посмотреть его в разделе рецепты со всего света и делать только точно такой же хлеб на закваске но на закваске хлеб немножко немножко с кислинкой получается это совершенно нормально это если вы будете делать это совершенно не неудача просто такая специфика вот из-за этой кислинки как раз я предпочитаю хлеб на дрожжах конечно могут сказать что дрожжи это химия ну или там них много химии да согласен спорить с этим не буду в дрожжах есть химия когда прочитал из чего делаются хлебопекарские дрожжи у меня отсутствующие волосы на голове шевелиться начали фантомные волосы начали шевелиться там ну страх действительно но думаю что небольшие количество все таки не так сильно вредят с учетом того что все таки в этот хлеб мы не добавляем никаких стабилизаторов распушителей эмульгаторов всяких ешек в общем всякой подобной дребедени которая не очень хорошо не очень нравится нашему организму друзья еще раз с удовольствием представляем вам рецепт бородинского хлеба пробуйте если у вас есть какие-то вопросы задавайте их задавайте их комментариях на все комментарии мы с ларисой отвечаем хлеб действительно очень зачетный ну и традиционно подписывайтесь на наш канал прошу прощения а мы будем снимать немножко приболевший а мы будем снимать для вас новые интересные видео всего доброго пока